Мобильная компания Микшер для мобильного устройства Пару лет назад многие удивились бы и задали простой вопрос, а зачем? Вы певец, музыкант, блогер, стример и ваша жизнь это цифровой мир? Тогда стоит обратить внимание на микшер от Roland. Есть две версии данного микшера и отличаются они разным количеством портов. У более продвинутого есть возможность работать батареек для конденсаторных микрофонов. Сегодня обсудим Roland Go Mixer, младшую версию в линейке. Устройство специально создано для мобильной съемки. Никакие дополнительные устройства вам не нужны. Сам микшер, мобильный телефон и ваш инструмент. В комплекте имеются два провода для подключения к устройствам Android и iOS. Питание, получаемое устройством, идет напрямую с мобильного телефона. По разъемам есть все необходимое для подключения. Это моноподключение динамического микрофона, высоколомный вход для гитары или баса, инструментальный стерео-вход и линейный вход для минусовки или какого-либо фона. И разъем для наушников 3.5. По органам управления все выведено на переднюю панель микшера. Два светодиодных индикатора, один сигнализирует о питании, второй о пиках и перегрузках. По углам расположились три потенциометра с регулировкой уровня сигнала каждого подключенного устройства. Центральное место занял уровень громкости мониторинга. Из плюшек имеется очень полезная функция в виде отсекания центра любой песни через линейный вход. Таким образом создается что-то вроде минусовки с приглушением вокала. Это даст вам возможность отрепетировать или спеть караоке. Относительно вокала, то нам это продемонстрирует Вероника. С вокалом определились, полет нормальный, а как насчет инструмента? Послушаем игру от Ксю на примере Roland FP-30X. Для тех, кого я заинтересовала пианино, Макс недавно делал подробный разбор новинки. По ссылкам в описании можете ознакомиться с дополнительным материалом. Несмотря на принадлежность устройства к мобильной записи, нет ничего сложного, чтобы использовать его на вашем компьютере. Так как не требуется установка специализированных драйверов, устройство работает по принципу plug and play. Единственное, что нужно, это провод USB на microUSB. Для примера работы микшера в среде Windows записан этот ролик. По помощью нашего микшера Roland Go Mixer и динамического микрофона SE версия 7 с моноджеком. Учтите, что для работы конденсаторного микрофона нужно фантомное питание. А наш микшер не даст вам такой возможности. Поэтому необходимо использовать динамические с моноподключением. Как слышно, всё звучит и работает без каких-либо проблем. Что касается микрофона, который участвует в записи, то можно и про него сказать пару слов. Тип микрофона – вокальный, динамический, а значит фантомное питание ему не требуется. Отличие от младшей версии, которая V3, в том, что направленность вместо кардиоиды – суперкардиоида. А значит более узконаправленная, а значит отсекает боковые звуки, избавляя запись от лишнего внешнего шума. Частотный диапазон от 40 Гц до 19 кГц. Металлический с внутренним антивиборационным подвесом капсуля. Весьма неплохой вариант для любителей вокала, так что возьмите на заметку. У микшера, как и у любого аудиоинтерфейса, присутствует свой шум. Он отчётливо слышен в тишине, но мы же не тишину будем записывать. Благодаря беспроблемной работе с Windows, данный микшер может работать не только в качестве внешней аудиокарты, но и быть хорошим инструментом для геймера или стримера, так как он выполняет главное – функционал и компактность. Помимо микшера от Roland, есть ещё одно уникальное и интересное мобильное устройство от Shure – модель MVI. Полноценный аудиоинтерфейс, о котором я уже рассказывал. Помимо готовых пресетов, присутствует полноценное управление как через устройство, так и через мобильное приложение. К нему также можно подключить различные устройства, в том числе и конденсаторные микрофоны. Благодаря наличию фантомного питания, он раскачает их без проблем. Стильный, мощный и компактный. Заинтересовал? Тогда изучаем обзор по ссылкам, ну а я подведу итог. По сути Roland Go Микшер является универсальным инструментом, который можно взять с собой куда угодно и создавать контент, который будет отвечать вашим требованиям и пожеланиям. Создавайте только качественный контент, а у меня на сегодня всё. С вами был Евгенович. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok